Всем привет, ребята! Меня зовут Андрей Чент. И я не перестану удивлять вас историями, которые вообще происходят с людьми. Сегодня я вам расскажу о парне, который родил дочь и потерял личность. Да, ребят, вам не послышалось. Его зовут Фригрих Чернишев. Это единственный мужчина в Украине, который родил себе дочь. Жил бы он и жил бы себе своей тихой жизнью, никогда вообще о нем бы не узнали. Но если бы однажды ему не понадобилось вклеить фотографию в паспорт. Да, ребят, новую фотографию 25 лет. Для этого он вернулся из Латвии, где он работал последних 10 лет. И, собственно, именно там он родил своего ребенка. А вот выехать из Украины он уже не смог, потому что его паспорт признали недействительным. А самого молодого человека вообще мошенником, выдавшим вообще себя за другого человека. В общем, давайте узнаем, что такого сотрудники паспортного стола увидели в паспорте Фридриха, о чем вообще вспоминают с ужасом, и о чем до сих пор вообще не могут забыть. И как вообще мужчине удалось забеременеть и родить дочь. Обычный 26-летний украинский парень из Донбасса, он приехал в Украину по работе. Ему вообще понадобилось продлить срок действия паспорта, то есть вклеить фотографию в 25 лет. Сдал вообще паспорт он в миграционную службу, ну и ждал вообще положенных 5 дней. Нету паспорта, 10 дней, нету паспорта. И вообще так прошло 2 месяца. Он приходит в паспортный стол, спрашивает, ребята, где документ? А ему говорят, нет вашего паспорта. Ну, то ли там потеряли, то ли спрятали вообще от вас подальше. После скандала, в общем-то, ребят, документы все-таки находятся. Ну и нехотно и вообще его так вот вручают. Вот только свежего фото в нем так и не появилось. Хоть печать, вообще стыд, что она уже вклеена и там фотка уже есть. Короче говоря, паспорт считается недействительным. Молодой пацан вообще в шоке. Вернуться домой в Латвию он не может. Визу сделать он не может. На работу попасть он тоже не может. А дома вообще в Латвии, ребята, его ждет малышка полтора годика, которую он родил сам себе. Вот, собственно, из-за этого и всего произошел весь сырбор. Пацан пишет вообще жалобу на паспортный стол. А ему отвечают, что не смогли вообще установить его личность. Идите там куда хотите и доказывайте, ну, что это действительно вы. И он пошел, в общем-то, в программу «Говорит Украина», ну, потому что оказался в тупике. В студию программы вообще вызывают одну из участниц некого тайного сообщества. Ее лица вообще не показывают, потому что это небезопасно для ее жизни. Она рассказывает, что в этом обществе вообще познакомилась с мамой Фридриха. И это совсем необычная семья. Занимаются они тем, что они вообще помогают родителям, чьи дети не похожи на большинство. Ну, а точнее, как они имеют другую сексуальную ориентацию. То есть там транссексуалы, гомосексуалы, трансгендеры. Ну, наверное, вы уже догадались, да, что этот обычный парень Фридрих когда-то вообще-то родился, да, ребят, девочкой. Все у нее было хорошо. И вот в свои 19 лет она вдруг понимает, что ее желания вообще не совпадают с тем, что у нее есть. И она начала чувствовать себя некомфортно. Девушка начала менять прически. Она начала стриться, начала быть фриком. Она утягивала грудь, начала носить одежду, унисекс, рубашки, джинсы. Ну, а потом узнала о существовании трансгендеров. Все о них прочитала и решила вообще стать парнем. И, ребята, через три года она начала принимать гормонотерапию. Так как в Украине нету эндокринологов, которые бы наблюдали за транс людьми, она вообще студентка медицинского института. Сама себе назначила гормоны, ну и она стала их принимать. И через время ее тело действительно начало становиться мужским. Выросли вообще волосы на руках, ребята. Ноги, живот, лицо, появился кадык и мужской голос. Она придумала себе мужское имя Фридрих и удалила грудь. А родители, конечно, вообще обалдели от такой новости, но деваться уже просто было некуда. И они решили, что будет как в сказке. Родила царица в ночь. И не сына, и не дочь. А просто вообще ребенка. Потому что так они вообще избегают прямого обращения, типа ты захотел. Они говорят, тебе захотелось. А вот друзья вообще принимали кардинальное перевоплощение. Знаете, очень даже хорошо. Ну что там подумаешь, была подруга, стал друг. А вот Фридриху полегчало наконец-то, когда он стал собой, теперь чувствует себя в обществе очень гармонично. Его друг Юрий, такой же трансгендер, сказал, что он был мужчиной. Для них это социальная роль. В жизни они так себя чувствуют мужчинами, а теперь главное, чтобы это было зафиксировано. Ну и в документах. Осталось только вот, в общем-то, имя поменять в паспорте. И все. И вот тут как раз все проблемы. Потому что Фридрих не соглашается менять то, чего требует от него вообще законодательство. Но об этом, ребятушки, мы разберемся немного позже. В студии появляется довольно-таки взрослый крупный мужик, который при встрече обнял эту худенькую, скромненькую его, Фридриха. А ведущий его спрашивает, ну кем вы приходите здесь с гостью? Да, он отвечает, что еще не придумали, как назвать такой вид отношений. И это, ребят, как бы был его официальный супруг. Реакция зрителей в этот момент была, конечно, яркой. Все дружно вообще опустили голову и застонали. А мужик по имени Дмитрий улыбается и рассказывает, что вот мы познакомились с фрициком в соцсетях, общались несколько месяцев, ну и поняли, что мы нашли друг друга. Честно говоря, у меня была первомысль вообще такая, что этот взрослый мужик со своими вообще специфическими наклонностями вообще сломал неокрепшую психику подростку. Но, к сожалению, я понял, что там все по-другому. Короче, они как-то однажды начали встречаться. Но Дмитрий живет вообще в Израиле. А Фридрих в Латвии. Вместе они проводят всего там несколько месяцев в году. До знакомства вообще с фрициком, ну так его называют супруг фрицик, Дмитрий вообще встречался с женщинами, да. Все они хотели от него только детей, а он нет. Потому что одна мысль о том, что потом придется рядом с мамой ребенка прожить лет 20, вообще приводила мужика в ужас. Тем временем Фридц тоже в прошлом женщина снова начал искать гармоничного выхода из сложившейся ситуации. Да, и вообще нашел такие уникальные пары в Израиле, в Америке. Томас Бики, США. На цему фото він педлиток. Тут вродлива девчина, финалистка конкурсу красы. Потом эта девушка увлекалась аэробикой, затем культуризмом. И вдруг вообще она осознала, что чувствует себя мужчиной. В 28 лет вообще сделала операцию на груди и официально поменяла имя на мужское. Она вышла замуж, то есть женился на женщине, а жена казалась бесплодной. Тут вообще пару осенила мысль, что родить-то может и мужик. И он как бы забеременел при помощи искусственного благотворения. Рожал вообще дома, так как в больнице нужно было заполнять графу-мать, а он уже как бы и не мать, а отец, так как он родил троих детей. И еще один мужик из Филадельфии забеременел и родил через 10 лет после смены женской внешности на мужскую. То есть вдохновившись такими примерами, Фридрих понял, что у двух геев может быть биологический ребенок. Он вообще перестает принимать мужские гормоны и вуаля, ребята, шлет своему любимому фотографию тест на беременность с двумя полосками. Дмитрий признался, что когда мальчик трансгендер забеременел, он принял вообще-то с восторгом. Сложно вообще понять его логику. Типа пацан не девушка, рядом с ним 20 лет жить не надо, он же не мужик и вообще сам справится, зато у меня теперь есть типа прежняя свобода, а заодно и продолжитель рода. Ну, немного, конечно, эгоизмом попахивает, но тут ладно. Они переезжают в Украину и с Фридрихом, который уже на шестом месяце беременности. Они там играют свадьбу. Тетенька в ЗАГСе вообще посмотрела на них с интересом и спросила, ну, хорошо, ребят, а где невеста? Вы, говорит, уверены, что здесь нет никакого недоразумения? Они ответили, что уверены и расписались. Беременность вообще протекала хорошо, из-за исключения только что начали появляться снова женские гормоны, и Фридрих снова начал быть похожим на девушку. Но ребенка он ждал, любил, и поэтому все вообще терпеливо перенес. Рожали они в Латвии. Тем временем малыш растет без папы и без папы. Потому что один из них, папа, живет в Израиле, а другому просто не могут дать приехать своему ребенку из-за того, что его не узнали в паспортном столе. Оказывается, на сотрудника вообще миграционной службы возлагается такая обязанность не вклеивать в паспорт фото подозрительных личностей. Они вообще за это несут уголовную ответственность. И вот чтобы Фридриху доказать, что он это та самая она, одни вообще фото будет мало, а государству вообще мало только изменений во внешности. Врачи-психиатры, которые должны сидеть в специализированной вообще комиссии по смене пола и решать вообще, может ли человек адекватно жить в противоположном поле, да. И они должны давать постоянно или не давать разрешение на проведение операций, да, по смене пола. Причем, как рассказывает вообще один из них в законодательстве, есть много вообще противоречий. Ну, с одной стороны, человек должен сам решить, да, сколько и каких вообще операций он хочет произвести, ну, чтобы сменить пол, да. А вот с другой стороны, эта комиссия должна вот сама определить весь необходимый объем. Короче, Фридрих тоже попывал на этой комиссии. Ему сказали, что вот пока он не ляжет под нож и не удалит себе женские половые органы и не лишится вообще всей репродуктивной функции, он останется женщиной, хоть и бородатой. А Фридрих говорит, что не будет вообще ничего удалять. У него вообще прекрасное тело, которое дарит ему оргазмы. Почему, типа, я должен портить себе здоровье и еще и платить за это свои деньги? Лишать себе возможности рожать детей удовольствия, которые вообще можно получить только с женскими половыми органами. Врачи, которые вообще находились в студии, объясняют это так, что есть два рода, мужской и женский. Каждый из них имеет, в общем-то, свои функции, да. Если ты переходишь с одного рода в другой, тогда меняй вообще набор функций и выполняй, в общем-то, весь набор стандартов и соответствий с законодательством. Раз уж у тебя, в общем-то, такой диагноз, да. Если ты захотел изменений, становись нормальным мужиком. Лишайся всей этой продуктивной функции, иди в армию и живи мужчиной. Иначе и пол ему вообще менять незачем. Порядок здесь настолько сложный, что многие лица, когда о нем узнают, не решаются вообще пойти на эту процедуру. Ну, а Фридрих словом отвечает, в армию не пойду, я вообще пацифист. То есть, тот, кто против войны. И стерилизацию проведить я тоже не буду. Я не хочу портить здоровье. Заступился вообще за него муж. Говорит, гормония должна быть в голове вообще, а не обязательно должна иметь мужские органы. В общем, комиссия постановила, что полностью мужчиной Фридрих становиться не хочет. Только вот гормоны пьет, ну и все. И это вообще очень вредно. Действие одновременно двух противоположных гормонов, да, в организме, вообще может приводить к раку яичников. Смена их доминирования может вызывать вообще конфликт вообще психики. Это вообще грозит суицидом или нападением на доктора, который вообще не довел перевоплощение из женщины в мужчину до конца. Вы хотите только один. Это делает классическую операцию. Юрист студии также сказал, что такое давление вообще напрямую нарушает права человека. Также журналисты решили спросить у главного по правам человека, вообще как такое может быть, что в свободной стране человека буквально заставляли отрезать себе органы, да? Как такое может быть? И знаете, что она сказала? Что может? Потому что законодательство у нас вообще несовершенное. То есть вот и добивайся правды и защиты в судах. И тут нашему герою вообще посыпались разные предложения от гостей студии. Пусть ЗАГС вообще вклеит новое фото. Тем более, что сильно по внешности он как бы не поменялся. Ну подумаешь, там дреды появились, да? Обратиться вообще к комиссии по смене пола, чтобы та дала ему разрешение на его изменения только в паспорте, без медицинского вообще вмешательства. Еще одно предложение было от юристов обратиться в суд, чтобы сменить пол на основании судебного разбирательства, да? Правда, сразу эту версию отменили, потому что, ну, у него нету действующего паспорта. Один скульптор посоветовал вообще не относиться к бюрократии серьезно и одеть парики, сфоткаться. А там уже жить как хочешь, да? Но эта версия тоже не подошла, ведь в парике и щетиной на бороде ему вообще придется ходить там каждый раз вообще при посещении, например, там, то ли в банк, то ли в какие-то любые социальные службы. У нас, по-моему, на каждый шаг сейчас вообще нужен паспорт, да? Но не зря все-таки парень вообще обратился в эту программу. Решение для него все-таки нашлось. Редактор «Говорит Украина» лично вообще съездил в миграционную службу, привез несколько фоток, где непонятно, то ли это парень, то ли это девушка. Просто взяли, заплили волосы в дреды и ему сделали паспорт. Ой, ребятушки, что вообще хочется сказать по этому поводу? Понятно, что в обществе вообще полно странных стереотипов, да? И очень старых стереотипов. И вообще законодательство у нас несовершенное, да? Но лично мне показалось, что это обычная семейная пара. Она счастливая вместе и создавшая еще одну жизнь. Где трансгендер маленькая, это неуверенная в себе женщина, пытающаяся обвести себе хоть какую-то защиту в виде мужского облика. А мужика себе она нашла, который в этих якобы гомосексуальных отношениях ищет способ убежать от сугубо мужских обязанностей. У нас вообще многие женщины сегодня вынуждены тянуть на себе мужские функции, помимо женских обязанностей, да? Что же это вообще получается? Легче же быть мужиком и не рожать? Не, ребят, мужики, будьте настоящими мужчинами. И тогда рядом с вами будут настоящие женщины. Вот такая вот, ребята, история. С вами был Андрей Чент. Если вам понравилось, то поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, я жду ваши комментарии. Всем пока!